Это соглашение об ассоциации само по себе не означает перспективу членства. И это так было изначально. И никаких изменений... Нам только что сказали, что мы не перебиваем. Или вы тоже хотите ярко зайти. Само по себе не означает перспективу членства. И это было с самого начала так. Безусловно, соглашение об ассоциации, это мы не должны рассматривать, как вот, но уже нам точно пообещали, что Украина будет членом Евросоюза. Ну и, конечно же, вчерашнее решение ни в коем случае это не отказ Украине. Там и слова такого нет. Более того, согласно учредительным документам Евросоюза, там, в общем-то, есть одно условие. Любая европейская нация может стать членом Евросоюза, если пройдет соответствующий путь и будет принято соответствующее решение странами Евросоюза. Украине ничего не отказали. Теперь по поводу итогов. Знаете, все познается в сравнении. Моя бабушка говорит, три волоса на голове это мало, а в супе много. Что у нас мы вчера имели? У нас стоял первый вопрос, будут ли санкции против России? Ответ, да. И это победа, это реальный результат. Их могло не быть. Могли принять другое решение. Алексей, вы сейчас точно не перекручиваете? Нет. От саммита ЕС мы ждали в первую очередь именно санкций, а не рассмотрение вопроса об ассоциации? Вторая ассоциация. У нас была проблема, и она есть на сегодняшний день с Нидерландами. Мы это обсуждали в этой студии не раз, спасибо за это, телеканалу Интер, что это очень важный вопрос. Так вот, вчера был найден компромисс, при котором, мы надеемся, теперь это соглашение пройдет через Нидерланды, что это была единственная страна, которая не давала своего согласия.